Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я, Евгений Монархович. Сегодня мы на стадионе «Спартак». Старейшую спортивную арену столицы Полесья, стадион «Спартак» можно назвать родным домом для отдела развития молодежного футбола Славии Мозырь, который с начала осени вступил в новый сезон на Сейрос 2024-2025. Это полезная вещь. Стартовали мы старшая лицензия, 6, 7, 8 и 9 год рождения. Также в середине сентября вступает наша младшая, это Лига талантов, вплоть до 2017 года. Можно сказать, весь отдел развития молодежного футбола футбольного клуба Славия Мозырь будет в этом году участвовать в первенстве Республики Беларусь. Надо сказать, что начало сезона, за малым исключением, задалось для подрастающего поколения футбольного клуба Славия Мозырь. Ну, в принципе, начали неплохо. Единственное, что радует не полной мере старшая лицензия, но это тоже есть свои причины. А так, да, действительно, когда официальные соревнования, официальные игры для ребят, даже пускай это маленького возраста, но это официально, это интересно, это для развития не только игроков, но и тренеры развиваются. Также и клуб растет вместе в этих турнирах, в этих соревнованиях. Сразу скажем, что в этом туре просто поразительным результатом порадовали своих поклонников футболисты Славия Мозырь 2010 года рождения подопечные Константин Сергеевича Ковалевича, которые обыграли соперников из Гомельской детской юношеской спортивной школы номер 6 со счетом 15-0. Четыре мяча забил Артем Новик по два гола на счету Богдана Сотника, Максима Корнейчика, Кирилла Отрохова, Макара Журовича. По одному мячу ворота гостей забили Матвей Бобровник, Алексей Ситько, Максим Вороной. Это вторая победа нашей юной дружины 2010 года рождения. И пожелав ей успеха, отметим важнейшую роль родителей, молодых спортсменов, которые сейчас являются первыми помощниками тренера. При должной поддержке мальчишки со стороны родных, близких, тесным в сотрудничестве с футбольным наставником, можно добиться значительного прогресса, гораздо большего, чем это происходит, когда подобного взаимодействия не наблюдается. Да, ну в работу тренера, конечно, не нужно вмешиваться, но ребят нужно подталкивать, любить своих детей, им рассказывать, что футбол для них нужно, для их развития, и что футбол в школе не помеха для учебы. Потому что у нас такая есть тенденция родителей наказывать футболом за школу. Если в школе какие-то оценки плохие, то он не пущен на футбол. Это тоже неправильно. Опыт подсказывает то, что футбол и учеба могут идти параллельно друг к другу и только помогать. Вадим Николаевич не только прекрасный тренер, но еще и замечательный педагог. И уж он-то хорошо знает, о чем говорит. Посему, надеемся, родители прислушаются к начальнику отдела развития молодежного футбола Славии Мозырь, чья команда, 2008 года рождения, 7 сентября на стадионе «Спартак», проводила свой первый матч юношеского переноса Республики Беларусь по футболу сезона 2024-2025. Соперник – столичная, специализированная детская юношеская школа Олимпийского резерва номер 3 «Динамо». И, кстати, этот матч стал дебютом и для наставника полейской дружины Александра Владимировича Раевского. Он впервые выводил свою команду на встречу юношеского переноса Беларуси. И в свое время один из любимейших футболистов мозырских болельщиков, теперь, как нам кажется, хороший тренер, во-первых, настраивал воспитанников на умный, стильный, можно так сказать, футбол, где погоня за результатом, вернее, стремление к победе, не нарушает игровой рисунок, манеру. Во-вторых, Александр Владимирович обратил на себя внимание довольно корректным поведением у Бровки, что, учитывая его эмоциональность в бытности игроком, приятно удивило и порадовало. Что до матча, то на него команда Славии Мозырь 2008 года рождения вышла в следующем составе. Назар Калацей, Александр Новиков, Станислав Бутковский, Александр Трошко, капитан команды Ренат Булава, Александр Бойко, Глеб Лавинский, Дмитрий Марьян, Вадим Кивадло, Дмитрий Химченко и Роман Куксаченко. Хозяева поля, как и положено, захватили инициативу, много атаковали, но гости до поры до времени успешно оборонялись. И всегда на завершающей стадии нашим игрокам чего-то да не хватало. Например, точности, как в данном эпизоде, когда Роман Куксаченко здорово ударил сходу, но верное решение не было подкреплено точным техническим исполнением. Как следствие, свободный удар со стороны минчан. Вот еще одна наша атака, когда отличным пасом Ренат Булава нашел Вадима Кивадло, тот стремился найти лучшее решение на завершающей стадии, но минчане смогли отбиться и в тот раз. Тот же Вадим Кивадло радовал зрителей дриблингом, хорошим пониманием игры, учитывая, что этот спортсмен 2009 года рождения, можно говорить о его отличной перспективе. Впрочем, каждый воспитанник футбольного клуба Славия Мозри имеет хорошие шансы быть сильным футболистом. Нужно только желание, настойчивость и время. Кстати, ту атаку завершал как раз-таки Кивадло дальним, сильным, но, к сожалению, неточным ударом. Штрафной удар в исполнении Славии Мозри у мяча Глеб Плавинский немножечко высоковато полетел мяч. Здесь вратарь соперников допустил осечку, и Роман Коксаченко попытался перевесить голки пираминчан, жаль, попытка не удалась. Но приятно другое, Роман уже не в первый раз быстро реагирует на ситуацию. Сразу наносит удар, не затрачивая время и касание на обработку мяча. Осталось довести до ума техническое мастерство, и тогда все будет в порядке. Показательно и то, что каждую атаку наши игроки стремились завершать ударом. А это не только способствует голевой ситуации, а еще и уберегает атакующую дружину от контратаки. Как это нередко случается, когда наступательный порыв несколько долго готовится к своему завершению. Наш очередной штрафной у мяча Вадима Кивадла удар низом 28-го номера Славии Мозри был заблокирован. Это атака гостей, которые тоже не забывали о воротах оппонента. Очень интересная атака получалась в этот раз, но в последний момент передачи Вадима Кивадла перехватил соперника жаль. Станислав Бутковский был готов нанести разящий удар. Наш угловой у мяча Глеб Плавинский, но перед корнером случилась первая замена из дюшер номер 3 Динамо. После угловой, но как оказалось, без особых дивидендов Славия Мозри. Однако случилась доигровка и тот же Плавинский едва не продрался сквозь чистокол ног своих соперников. Можно сказать, что наша команда имела значительное преимущество, вот только в гол оно не преобразовывалось, хотя казалось, то дело времени. Но и стоит отметить самоотверженность в оборонительных действиях у команды гостей. Минчане боролись изо всех сил. Наши атаки продолжались, они словно волнами накатывались на ворота минской команды, однако до определенного момента все эти атаки разбивались об оборонительный Динамовский мол. Как всегда, жаркую погоду, медицинский перерыв для пополнения водного баланса, так сказать. Продолжение встречи и наш угловой, превратившийся в очередной корнер, но с другого угла поля. И вот верховая борьба, наверное, была то единственное в матче, где гости выглядели лучше хозяев. Редкий случай, когда штрафной удар из опасной для нашей команды точки, можно сказать и так, наносила столичная дружина. Тут уже отбились футболисты Славии Мозырь, постаравшиеся сразу перейти в контратаку. И надо сказать, не глядя на нули на табло. Игра смотрелась, матч захватывал. Еще один угловой, на сей раз розыгрыш, но с тем же успехом, что и в предыдущие угловые удары. Здесь уже суматох у наших ворот, но, к счастью, игроки сумели сами устранить погрешность. Оттеснили соперника от своего последнего рубежа обороны. И атакующий пыл с дюшер номер 3-динамо угас. Штрафной в исполнении команды гостей, причем с довольно неплохой перспективой. Но в итоге Ренат Булава, капитан Славии Мозырь, выбил мяч из своей штрафной площади. Возникла хорошая контратака, правда, не приведшая голу. Но вскоре случился этот угловой, который привел к угловому последующему. И Глеб Плавинский сумел лихо закрутить мяч поближе к вратарской площади Минчан, где Роман Коксаченко отлично продемонстрировал способность Славии Мозырь и в воздухе действовать лучше своего оппонента. 1-0 на 44-й минуте матча. И отмечая техничный навес Плавинского, внешней стороной стопы, правой ноги так называемой шведкой, скажем, браво Роману Коксаченко, сыгравшему смело, грамотно. И его гол был целиком и полностью заслуженным для Славии Мозырь, которая оставила первый тайм за собой. В перерыве, пока команды отдыхали, настраивались на вторую половину игры, мы взяли интервью у наставника команды 2009 года рождения футбольного клуба Славия Мозырь Александра Михайловича Дыгуна. Мы играем в чемпионате республики среди команд первой леги. Мы стартовали в Бобруйске с клубом из этого же города, Белшиной. Выиграли. В принципе, игрой я остался доволен. Конечно, есть нюансы, которые нужно нам улучшать в будущем. Это как индивидуальные, так и групповые взаимодействия. Но есть над чем работать. Юношеское перенесение между турами больших перерывов не предусматривает. И вслед за стартовым матчем наступает матч второй. Следующую игру мы будем проводить уже в Мозыре, здесь, на стадионе «Спартак» с Дишор Полоцк. Готовимся в рабочем штатном режиме. Будем стараться показать красивый, содержательный футбол. В воскресенье 15 сентября в 2 часа дня на стадионе «Спартак» команда футбольного клуба «Славия Мозырь» 2009 года рождения примет своих соперников. И в тот же день только в гостях дружина Константин Сергеевича Ковалевича. 2010 года рождения в Гумеле сразится с местным бумпромом. В пятницу 13 сентября 2 часа дня команда Константин Сергеевича Гончара 2007 года рождения принимает «Минская Динамо». А в субботу 14 сентября в 16 часов 30 минут гостей из Витебска ждет дружина Александра Владимировича Раевского 2008 года рождения, которая на второй тайм своего стартового матча турнира вышла в первоначальном составе. У соперников была одна замена, и приятно было видеть среди болельщиков пополнение в лице футболистов Мозырского нефтепрорабатывающего завода, который свой матч в рамках второй лиги чемпионата страны играли после юношей, который получает отличную возможность обогатиться игровым опытом, о чем в своем интервью говорит наш следующий собеседник, один из лидеров нефтепрорабатывающей дружины Николай Сергеевич Загвоздин. Безусловно, я считаю, что это полезно, и всегда игры сказываются только положительно на развитие футболистов. Но таланты, как говорится, по-живому видим, все время, как говорится, покажут и расставят на свои места, потому что сейчас говорить рано, но есть ребята, которые достойны. Ну а что Николай Загвоздин ждал от матча своей команды во втором этапе турнира команд второй лиги? Ведь после победы над Калиньковической вертикалью 4-0 пришло поражение в Речице 2-4, и любая последующая осечка оставляла Мозырян за пределами первого-второго места, который дает право на продолжение борьбы во второй лиге чемпионата страны уже на стадии плей-офф. Футбол, он у меня внутри, в сердце, как говорится, нравится, что сегодня ждем победы только, и в дальнейшем будем бороться только за победы. Да, в Речице оступились, но может это какой-то, чтобы стимул подстегнуть, первое поражение в сезоне, лучше пускай оно может быть сейчас, чем потом. В итоге команда Мозырска НПЗ со счетом 14-1 обыграла своих соперников из Ельска, а сам Николай Загвоздин забил 4 гола. Теперь впереди ключевые встречи с Гомельским Лесхозом в гостях и Рогачевским Днепром дома. На стадионе «Спартак», который вторую половину матча команд 2008 года рождения, Славия Мозырс, дюшер номер 3 «Динамо» провел на одном дыхании. В честь соперников они активизировались в атаке, что, впрочем, было неудивительно, ведь счет 1-0 в нашу пользу побуждал Минчан стремиться к воротам Славии Мозырь в надежде сравнять счет. Наши ребята, в свою очередь, не прочь были удвоить преимущество в счете. Словом, игра шла, как это говорят, от ножа. Чаще соперники стали вступать в силовую борьбу. Ощущалось, что градус напряжения во втором тайме данной встречи растет. Момент, когда Дмитрий Химченко мог стать героем эпизода. Здесь в игре наш голкипер Назар Калацей. Чуть-чуть не хватило здесь Диме Химченко, пробиравшемуся к воротам соперника справа фланга. А тут на 59-й минуте первая замена в составе Славии Мозырь. Вместо Дениса Марьяна на поле вышел Кирилл Рокунов. Попытка Станислава Будковского обострить игру передачи в штрафную площадь Минчан. А тут пас Будковского нашел своего адресата. Им оказался Роман Куксаченко, который развернулся, вышел на ударную позицию и, наверное, ударил. Только вот в какую-то одному ему роме ведомую цель. Положение вне игры, а ведь не будет отмашки арбитра быть бы второму голу этого матча. Снова в середине тайма медицинский перерыв. Ребята урегулировали водный баланс и с новыми силами ринули спортивный бой, который потихонечку подходил к своему завершению. Хороший проход и не самый лучший удар от Александра Бойко. Тут захромал на ровном месте Дмитрий Химченко, которого сковали судороги. К счастью, наш 29-й номер сумел с помощью партнеров прийти в себя. А это отличный пас на ход от Рината Буловой к Кириллу Рыкунова, который продемонстрировал свой завидный скоростной рывок. Как награда угловой, который, правда, не совсем удался Глебу Плавинскому, мяч при подаче вышел за лицевую линию поля. Кстати, на 74-й минуте Глеба заменил Максим Банчук. И эта вторая замена, к слову, стала последней для Слави Мозырь в матче. Снова своевременно вышел из ворот наш вратарь Назар Калацей. Тут Дмитрий Химченко отыгрался с Банчуком, но вот завершилась эта атака. Передача Сашиновикова, которая не дошла до дрессата. Смелая обводка Вадима Кивадла, которого все-таки соперник остановил за счет численного превосходства и нарушения правил. Последующий штрафной бил сам пострадавший. Мяч остановила стенка Минчан. Тут отличный дриблинг Бойко и его пас на Куксаченко. Здесь хорошо сыграл вратарь соперников Роман Чернец. Еще раз вашему вниманию завершение этой атаки. Правда, можно сказать, что было продолжение в виде углового удара. Но на сей раз столичные футболисты в воздухе сработали исправно. Попытка Станислава Бутковского винтообразной передачей обострить ситуацию. Снова четко сработал вратарь соперника. Уже угловой у наших ворот опасно, но безрезультатно для оппонента. Еще один случай, когда судейская трель остановила наш голевой удар. Очень жаль. Кирилл Иркунов, правда, не удержался от соблазна поразить ворота соперника. Но, к счастью, судья не был строг с Материанином. Карточку наш восьмой номер не увидел. А здесь судейская трель не была слышна. Хотя подкаст личного футболиста, наверное, был все-таки в пределах правил. Еще одна хорошая атака подопечных Александра Владимировича Раевского. Но в итоге мяч после удара Максима Бончука пролетел рядом со штангой. Довольно неплохая игра нашего семидесятого номера. Еще бы немножечко удачи точности. Последние минуты матча прошли в напряженной борьбе. Наши футболисты, стремясь забить еще один гул в ворота соперника, помнили, что счет матча 1-0 в пользу Слави и Мозыри и победу упускать было совсем нежелательно. Менчане в стремлении сравнять счет шли вперед. Было много интересных эпизодов, напряженных для болельщиков обеих команд моментов и финальный свисток судей, зафиксировавший победу нашей команды со счетом 1-0 на радость болельщикам и даже воспитанникам футбольного клуба Слави и Мозыри. Я занимаюсь Слави и Мозыри в 2014 году с Александром Клименкой. Я хочу стать вратарем и стоять в основе ФК Слави и Мозыри. Конечно же, я болею за ФК Слави и Мозыри, потому что это самый лучший клуб на свете. И мы выиграли, потому что у нас самый сильный состав. Состав у нас действительно неплохой, чего стоит один только Роман Куксаченко, забивший единственный гол этой игры. Конечно, рад. Играли, сыграли очень хорошо и представляю команду с первой победы в сезоне. Цель максимальная – выйти в высшую лигу. У юношеских команд тоже есть разделение на лиги. Есть разорсные категории, хотя бывает, как в случае с игроком 2009 года рождения, Вадимом Кивадло, что футболисты привлекаются в старшие команды. Да, игра со старшими позволяет более набираться опыта. Меня перевели к 2008 году за мое трудолюбие, упорство и непропускание тренировок, дисциплина. На поле я свободный художник, тренер мне доверяет. Я стараюсь это доверие оправдать. Не все игроки команды 2008 года рождения в тот день вышли на поле. Но все они были как одно целое – воспитанники Слави и Мозырь. Ребята, беззаветно преданные футболу. Мне нравится весь процесс футбола, игры и тренировки. На тренировках мы совершенствуемся, а в играх мы это демонстрируем. Я хочу, чтобы моя первая профессиональная команда была Слави и Мозырь, потому что я предан своему клубу и хочу вместе с ним идти на вершину республиканского футбола. В отличие от Никиты, весь матч на поле провел Стас Будковский, которому чем запомнилась прошедшая встреча? Ну, вообще, больше всего мне запомнился гол с углового Ромы Коксаченко. В чемпионате мы хотим выйти в высшую лигу, а так, ну, хочу заиграть Слави и Мозырь. Символично, что капитан этой команды Ренат Булава – центральный полузащитник. Играет под любимым номером – девятым – Сергея Олейникова. Одного из лучших игроков белорусского футбола за всю его историю. Одного из сильнейших опорных полузащитников за всю историю советского спорта. Ну, про величайшего футболиста, который играл на этой позиции, это, скорее всего, совпадение. А игра на этой позиции, так как, ну, мне нравится быть постоянно в игре, полузащитник – это тот игрок, который постоянно в игре, постоянно разворачивает игру. И все время надо быть в концентрации. Сегодня мы играли в футбол, в пас играли, спокойно играли. Можно было забить еще пару мячей, но, к сожалению, пока что упустились в момент. Если Ренат – надежда полезского футбола в полузащите, то наш следующий собеседник – перспективный защитник. И ждал ли он Александр Новиков старта юношеского первенства страны – первый официальный матч нового сезона? Каждую игру мы ждем с нетерпением, чтобы получить какой-то игровой опыт, тонус. Каждую игру мы ждем, ожидаем ее, готовимся. Эта игра меня очень сильно запомнил, что мы играли в комбинационный футбол, пытались передачи делать хорошие, комбинации сделали, зарабатывали угловые. Ну, вот, получилось с одного углового заработать гол. Я играл центрального защитника, моя задача на игру – это не дать забить гол, и чтобы меня ввели, но и разрушать все атаки. Как мы уже говорили, этот матч стал первым в тренерской деятельности Александра Владимировича Рогеевского в юношеском тренерстве Беларуси. И мы искренне поздравляем этого наставника с достойным, результативным дебютом. Ну, первое спасибо за поздравление. Волнения не было никакого. Ну, такое предстартовое. Чуть знал, представлял приблизительно уровень этой лиги, уровень своих ребят. Тут, да, победа, положительный результат, вопросов нет. Но хотел бы обратить внимание, все равно, сейчас мы не за очки в таком возрасте должны бороться и играть. Ну, да, победы важны, но в первую очередь это индивидуальное мастерство наших ребят, тактическое понимание вообще самой игры, как индивидуальное, так и тактическое. Вот это я сейчас ставлю на первый уровень, чего они должны понимать и чего достигать. Было заметно, что тренер наставлял своих подопечных играть, следуя определенному стилю. И вот какой это футбол? Параевскому. Футбол Параевскому? Короткий средний пас, наверное, где скапливается большое количество соперника за счет выхода между линиями, за счет быстрого развития наших атак, за счет больших количеств обострений ударов, подач в штрафную площадь. Без ударов нет голов. Еще раз обратил внимание на стиль ведения игры Александра Владимировича. Спокойствие и уверенность которого, кажется, передавалось подопечным. Да, непосредственно так, вы правы, что от тренера тоже исходит определенная энергия. То есть где-то нужно понимать, где повысить может кого-то голос, где-то наоборот успокоить. То есть, ну, это работа. Двигаемся, знакомимся с ребятами. Последний вопрос Александру Владимировичу Раевскому был о целях-задачах на сезон 2024-2025. Ну, в первую очередь, по каким-либо позициям, итоговым, там, турнирной таблице, я вообще как бы на это не смотрю, честно вам скажу. Если ребята прибавят в индивидуальных качествах, в мышлении, в своем развитии, в силушке прибавятся у них и в голове, и в ножках, как говорится, тогда я буду рад. Пожелав удачи подрастающему поколению Славии Мозырь, предварим 21-й тур чемпионата Республики Беларусь Высшей Лиги, который стартует в пятницу. 13 сентября матчем Слуцка и Шахтера. Продолжится в субботу 14 сентября Сморгонь, Торпеды Белаз, Неман, Ислач. 15 сентября в воскресенье Нафтанного полос, Динамо Брест, Баты, Витебск. В понедельник 16 сентября Минск, Гомель, Динамо Минск, Днепромогилев. Ну а главный матч для болельщиков Славии Мозырь состоится в Борисове, на стадионе Городской, начало в 5 часов вечера. Арсенал Держинск, Славия Мозырь. Не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья, мы видим, что футбол на стадионе Спартак не прекращается. Вслед за юношеской командой футбольного клуба Славия Мозырь свою игру проводит сборная Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Ну и, конечно, на этой неделе мы будем ждать положительного результата от главной команды, футбольного клуба Славия Мозырь, который в гостях встречается с Держинским Арсеналом. Любите футбол, поддерживайте. Футбольный клуб Славия Мозырь, поверьте, он этого достоин. А на сегодня это все. С вами было футбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова